Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 4. Днем 12-14 градусов тепла. Афганистан. Слова очевидцев и участников боевых баталий, переданные через призму авторского пера заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии Люсаны Шевхужевой. В свет вышла книга «Афган», над которой писательница работала более 15 лет. Фатима Даурова побывала на презентации. В фойе районного дома культуры собрались те, кто непосредственно принимал участие в афганской войне, и родственники тех, кто остался на каменистых холмах чужой страны. Старенькие родители, братья, сестры, жены. Автор книги за годы работы над изданием лично познакомилась с каждым из них. Побывала во всех домах, выслушала сотни историй, собирала информацию по крупицам. Именно по крупицам, потому что ее практически не было в доступе. Мало кто из свидетелей боевых действий охотно рассказывает об ужасах войны. Поэтому каждое слово было на вес золота. Поздравляю всех с выходом книги участников афганской войны. Данная книга символизирует славу, память афганцев, восхищаясь мужеством наших ребят. Надеюсь, что эта книга поможет воспитать молодежь в духе патриотизма. И в конце хочу выразить слова благодарности автору Люсане Абидоковой за ее огромный труд. В издание вошли архивные документы, фотографии, воспоминания и очерки о войнах-интернационалистах-черкесах, которые были задействованы в военной кампании конца прошлого столетия. Автор рассказывает о тех, кто не понаслышке знает афган. Реальные истории о людях, солдатах, кому не суждено было живыми вернуться на родину. Читатель может прочесть письма, которые они писали родным, узнать о беспримерных подвигах, которые они совершили во имя воинского долга. Лица молодых ребят из Карачаева-Черкесии, не вернувшихся из боя, мелькали на экране. А в сердцах их товарищей солдат творилось невообразимое. Это наши друзья, это наши братья, это ребята, которые были рядом с нами. Поэтому жаль, жаль, что есть война. Очень жалко. Очень жалко. И я хочу сказать, думаю, что выражу мысль всех наших ребят. Такую вещь, как война, она так вычеркивает из жизни. Нельзя. Независимо от того, чем бы это ни оправдывалось, война, которая забирает в жизни молодых людей, в принципе, ничем не может быть оправдана. Сложно передать ту особую атмосферу, которая воцарилась в зале. Каждое слово выступающих было пропитано болью, как от живой раны, которая до сих пор не затянулась. Но между тем слова благодарности Люсане Шебзуховой за её труд звучали непрерывно. Реально гигантский труд она проделала. Очень большая умница. Очень большая умница. И благодаря таким людям сохраняется память о важных событиях, о людях, которые в этом участвовали. А ведь книга могла быть и неизданной. В связи с финансовыми вопросами, с которыми пришлось столкнуться автору. Если бы не своевременная помощь отзывчивых людей, рукопись так и осталась бы лежать на полке до лучших времён. Непосредственное участие в издании книги принял доктор экономических наук, профессор Мухаддин Искендаров. Эмоции, конечно же, переполняют меня, потому что сегодняшнее мероприятие – это итог моей 15-летней работы, 15-летнего труда над книгой. Поэтому это очень было и тяжело морально, и физически, можно сказать, собирать, вот покрупиться всю эту информацию. Но я рада, что у меня это получилось, что эта книга увидела свет. И я рада, что память и слава наших ребят, она не находится в забвении. В хаббите стоит первый в России памятник афганцам, авторства заслуженного работника культуры Карачаева-Черкесии Хатези Кемрюгова. У его подножия солдаты возложили цветы невернувшимся домой братьям-заслуживцам. Годы идут, а память о них жива в сердцах. А теперь уже и на страницах книги «Афган». Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаева-Черкесия, Хаббес. Турнир по быстрым шахматам. Что это такое? Это разновидность игры в шахматы с ограничением времени на обдумывание. Каждому игроку на всю партию дается больше 10 минут, но менее часа. И вот с этой задачей успешно справился наш земляк Батырджан Кюзов. Недавно он стал победителем международного онлайн-турнира по быстрым шахматам. И сегодня он гость нашей программы. С ним встретилась Шерифат Лепшокова. Вы одержали победу в онлайн-турнире, организованном Международной Федерацией ФИТЭ. Это серьезная победа. В турнире участвовали шахматисты из разных стран. Но победы досталась вам, представителю России, представителю Карачаева-Черкесии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о турнире. И каковы, на ваш взгляд, перспективы развития шахмат в нашей республике? Спасибо. Да, действительно, это был представительный турнир, организованный Международной Федерацией Шахмат. В современных условиях, учитывая развитие электронных технологий, большое количество спортивной активности перешло в интернет. ФИТЭ создало онлайн-арену, на которой могут соревноваться спортсмены со всего мира, получать официальные титулы и участвовать в официальных турнирах. Турнир действительно был непростой. Были представители самых разных шахматных федераций. Но благодаря подготовке, благодаря возможности уделить некоторое время подготовке турнира и подойти к нему в оптимальной форме, удалось реализовать все задуманное и одержать победу над всеми конкурентами. Что касается перспективы развития шахмат, я считаю, что для детей, которые очень много времени проводят в интернете, используют гаджеты, шахматы — это очень необходимая вещь для того, чтобы научить их логическому мышлению, пропагандировать у них самостоятельное получение знаний, обращение к книгам и так далее. Во многих государствах в порядке эксперимента шахматы вводятся в школьную программу. В ряде государств это обязательный предмет во всех классах, например, в Армении. Я считаю, что перспективы шахмат как в рамках основного образования, так и дополнительного в России очень велики, поскольку российская шахматная школа была и остается лучшей в мире. Вот вы говорили мне, что практически каждого ребенка можно увлечь шахматами. Как вы думаете, что нужно для этого сделать? Да, я считаю, что шахматы привлекательны своей гармонией для каждого ребенка, который постигает окружающий мир. В особенности, если ваши дети любят играть в солдатики, приводить в порядок свои куклы, любят упорядоченность, то шахмат — это игра для них. Если вы видите интерес, то уже даже начиная с самых ранних лет можно уже играть с ребенком в шахматы, а лет с пяти можно уже отдавать тренинг. Вы преподаете в университете, работаете заместителем руководителя спортивной школы, серьезно занимаетесь шахматами, увлекаетесь изучением иностранных языков. Тяга к знаниям. Это у вас от семьи? Условно, это все произошло благодаря семье, родителям, которые на своем примере показали, как можно получать удовольствие от чтения, получение знаний. Примером в сфере спорта был мой старший брат. И вот, видя это все, мне хотелось попроить свои силы и в учебе, и в спорте. И таким образом я как-то приучил себя к постоянной работе над собой и к тому, что в моей жизни очень много самых разнообразных увлечений. Что-то из этого стало профессией, что-то стало спортом, которым я занимаюсь уже на профессиональном уровне. А что-то просто время досуга, возможность, интересно провести это время, с пользой для себя и для окружающего. А кто вас научил играть в шахматы? Меня научил отец играть, но он сам не умел хорошо играть. Он мне купил доску, купил книги для детей, и я, можно сказать, самостоятельно занимался изучением шахмат в детские годы. Потом в институте играл в нашей сборной. Уже работая в университете, я занял первое место на первенстве. И вот дальнейший этап произошел с активной ролью интернета в сфере шахмат. Я уже мог самостоятельно ими заниматься. А как-то на профессиональном уровне я сыграл во время пандемии в прошлом году на одном из местных турниров. И с удивлением для себя понял, что даже соревнуясь с профессиональными спортсменами, мне есть что сказать. Это меня подстегнуло к тому, что я уже сам тренируюсь у двух гроссмейстеров, их онлайн-школах, участвую в турнирах. И как-то вот увлечение превратилось в такое серьезное хобби. Уже в качестве профессионального спортсмена участвую в соревнованиях, представляю Российскую Федерацию в том числе и зарубежных турнирах. Родители поощряли как-то, может быть, вашу маму, нет? Родители в силу своей профессии и увлечения скорее показали нужный пример. Меня никто никогда не заставлял, не принуждал к чему-то. Это был их личный пример, и мне всегда хотелось подражать им в этом, и в чтении, и в обширных познаниях, и в дисциплине, и в математической логике. То есть это был пример, которому я следовал. Пример старшего брата, который был достаточно успешным спортсменом, победителем первенства страны под дзюдо. И я рос одновременно в спортивной атмосфере и в атмосфере обучения, получения знаний и так далее. И возвращаясь к нашей теме. Шахматы для вас – это спорт, может быть, в большей степени наука или же искусство? Шахматы прекрасны тем, что они многообразны и необязательно давать прямого ответа. Можно наслаждаться тем, что это игра, можно серьезно подходить к изучению шахмат как науки, а можно сосредоточиться на том, чтобы соревноваться с другими спортсменами. В настоящее время я использую все стороны шахмата. Когда удается создать на доске настоящее произведение искусства – это удовольствие. Когда удается соревноваться с другими спортсменами и показать свой уровень, свои способности. Самое главное – стать лучше, чем был вчера – это удовольствие другого рода. А постижение шахмата, чтение шахматной литературы, когда удается проникнуть в тайны бесконечности, спрятанной на 64 клетках – это удовольствие другого рода. Поэтому я стараюсь не ограничивать себя только одной стороной этой игры. А была ли у вас такая особенно дорогая вам победа? Каждая победа важна, каждая победа дарит удовольствие. Безусловно, одним из первых приятных побед были победы, которые произошли на профессиональных турнирах, к которым я подошел в рамки любителя, но, как оказалось, могу вполне конкурировать. И, безусловно, победа, которую, когда я уже понял, когда я победил спортсмена из Латвии, который занял второе место и понял, что я получил первое место, победил в очной встрече своего непосредственного конкурента, вот это, наверное, на данный момент самая запоминающаяся победа. А есть ли у вас какие-то планы по развитию шахмат у нас в республике? Безусловно, планы есть в этой сфере. Как дипломированный тренер по шахматам я планирую после достижения определенного профессионального уровня активно заниматься, активно принимать участие в работе шахматной секции в нашей спортшколе «Победа», чтобы помочь молодым талантливым шахматистам пробиться выше, победить на первенствах России и мира и показать высокий результат. Даже если эти ребята не станут профессиональными шахматистами, как вы думаете, какую пользу они могут для себя получить? Я думаю, что польза от шахмат максимальна. Она дает абсолютно жизненные уроки по тому, как ставить цели, как достигать их, как стратегически мыслить, как уметь просчитывать последствия своих поступков. Шахматы – это своего рода жизнь в миниатюре, это возможность взрослеть, сидя за шахматной доской. Поэтому их польза просто не может быть переоценена. Спасибо. Спасибо вам. А далее вопрос для любителей истории. Кого в Российской империи называли пластунами? Не знаете? Тогда смотрите следующий сюжет, который все пояснит и объяснит, как современный кружок по стрельбе пластун, который действует на базе ДСААФ, перекликается с образом превосходного воина из прошлого. Фатима Даурова подробнее. Казачий спецназ – особые отряды воинов-казаков, которых еще называли пластунами. Они комплектовались из казаков Кубанского казачьего войска и были известны своими превосходными воинскими качествами. В 1842 году пластунские команды были учреждены при пеших и конных частях Черноморского войска. Попасть в пластуны было не так уж и просто. Требовалось обладать недюжинами, даже по меркам остальных казаков-кубанцев, качествами – физической силой, выносливостью, неприметностью, охотничьими навыками. Перенимая традиции старины, меткости и скорости, теперь будут обучать детей казаков Баталпашинского казачьего городского общества в стрелковом кружке пластун. Обучение по обращению со стрелковым оружием обязательно начинается с техники безопасности. С любого вида оружия мы соблюдаем технику безопасности. Это самое главное. В любом состоянии оружия нельзя направлять на людей. Правильно? Да. Разобрано оно, собрано или заряжено, или разряжено оружие. В любом состоянии запрещено направлять на людей, животных и в опасные направления появления людей. Это самое главное. В учебном классе стоит тишина. Своего наставника юные казачата слушают очень внимательно. Еще бы, занятия по стрельбе ведет не кто-нибудь, а бывший собровец, боевой офицер Василий Попов. С оружием Василий Анатольевич на «ты». Этому же собирается научить и детей. Чтобы дети наши знали, как обращаться с оружием. С любым видом оружия, чтобы они имели представление, как обращаться, как стрелять с пистолета, правильно, как стрелять с винтовок, в любых модификациях, пневматических. Перейдем на малокалиберные винтовки. Цель, значит, научить ребятишек не просто стрелять, а стать спортсменами, спортсменами-разрядниками. Они должны выполнять определенные нормативы по стрельбе, набирать определенное количество очков для выполнения спортивных нормативов. Некоторые из ребят уже имеют первоначальное представление об оружии, но придя на занятия в стрелковый клуб, они настроены научиться большему. Мы с папой выезжали за город, чтобы пострелять. Ну, я с винтовки стреляю, но не настоящий же. Ну, я хочу еще хорошо стрелять. Быстро перезаряжаться, научиться, как правильно лежать, но стрелять, и на колени, и прямо. Про воинское достояние своих предков знает и Сергей Брагин. Он привел своего сына на занятия, чтобы познакомить поближе с воинской историей казаков и заодно выковать будущего защитника Отечества. Мы не знаем всех тех тонкостей, которые знает наш учитель. Поэтому вот эти все нюансы, чтобы парень освоил, не то, что я ему показал, да, ставь сюда, целься туда, да, эти как бы азы любой может показать. А нюансы, конечно же, только покажет учитель. Потом работа с оружием в секции, я думаю, научит быть его более дисциплинированным, да, что тоже немаловажно. Дальше что? Он опять-таки будущий защитник Родины. Большой, малая, семьи своей. Ну, в принципе, вот из-за этого он здесь. Стрелковый кружок-пластун детский. Все казачата еще школьники. Но у них все, как у взрослых. От теории к практике. В Тире-де-Сааф есть на что посмотреть. Глаза будущих стрелков горят от восторга. Здесь существуют строгие правила. Стрельба из оружия не терпит суеты. Держим винтовочку, приклад хорошо в плечо, в мушку. Смотрим в оптику. Тут у нас оптический прицел. Как снайпер, прям стреляешь. Целится и стреляет, да? Отстрелялся молодец. Самый юный стрелок в группе Ваня Костырев старается, как взрослый. Он очень хочет походить на своего папу, бывшего военного, который профессионально владеет всеми видами оружия. Чтобы лучше стрелять, чтобы хорошо в цель попадать. Как папа? Да. Отрадно отметить, что наравне с мальчишками попадать в яблочко хотят научиться и девочки. Они не уступают в желании и цели стать лучшими стрелками в группе. Тем более, что некоторые даже связывают это умение с будущей профессией. Я хочу стать полицейским. Пришла сюда, потому что интересно. И узнать, как правильно держать оружие, как правильно стрелять. Ну, может быть, стать чуть-чуть меткой. Я хочу научиться стрелять из автомата калашника и попадать в десяточку. Занятия в клубе «Пластун» будут проходить два раза в неделю. Совсем скоро у начинающих стрелков пройдут первые соревнования. И это все благодаря поддержке руководства города. Хочу выразить отдельную благодарность нашего мэру, Баскову Алексею Олеговичу. При его активном участии вообще стала возможность создать этот клуб. Плюс наш, как говорится, такой рабочий тандем с ДОСАВ. Мы клуб создали для, как говорится, ну, дети маленькие еще будут служить в армии. Подготовить их к армии, чтобы они в армии пришли уже более-менее подготовленные. У нас, кроме этого стрелкового клуба, мы еще и рукопашный бой у нас есть. И тут же на базе ДОСАВ организуем спортзал. То есть мы приглашаем всех. Похоже, летние каникулы для маленьких казаков пройдут с пользой. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»